тех новости сегодня больше о российских производителях например что убери продемонстрировал на своем инстаграм-канале очень интересный микрофон направленный и вот так он меня слышит в моей зоне где это применять но например вам нужно записать ну как бы желательно устанавливать микрофон как можно ближе к источнику звука у меня например микрофон сейчас вот тут находится прямо надо мной и звук получается хороший качество если бы я записывал на камеру был бы совсем тихо так вот когда нужно все-таки установить далеко но слышать конкретная направленность чтобы звук имел направленность например микрофон стоять на потолке а слышать кассира но чтобы остальные окружающие звуки никак не влияли на звуковую картинку и в этих случаях как раз это я других-то аналогов и не знаю хотя при разговоре с производителем другим российским со электронной системы они тоже такой микрофон делают и тоже его продемонстрируют но уже года два не делают пока его нет я не видел у штелбери он уже есть уже есть образец он работает и интересно его покрутить и посмотреть как же он будет работать и летом еще производитель продемонстрировал показал мы уже купили продали несколько раз используем его активно микрофон штелбери м70 ультра hd там еще есть 50 но 70 самое интересное у нее есть регулировки под по частоте можно сузить чтобы только голос частоты голоса были в звуке чем интересен этот микрофон он имеет очень высокую чувствительность если говорить шепотом в тихой комнате то метрах с 10 будет слышно все досконально но главное чтобы было тихое окружение то есть очень чувствительное это хорошо микрофон с ару поэтому он имеет автоматическую регулировку усиления ну что в общем то классно особенно если мы используем микрофонный вход не очень высокого качества это очень важно да чтобы был но всю полноту картинки всю полноту звука до качества звука мы сможем оценить только на устройствах которые имеют вход с высоким битрейтом это все камеры high watch хиквижен но далеко не все они имеют микрофонный вход я не бывают с микрофоном но без микрофонного входа но те камеры которые с микрофонным входом от хиквижена они имеют классный звук я практически не знаю видеорегистраторов с микрофонным входом в высокой четкости кстати по поводу айпи камер и микрофонных входов российский производитель другой линия они больше производители софта сделали очень удобное программное обеспечение которое позволяет пользоваться ну прям совсем не обученным людям но в то же время имеет очень богатую функциональную возможность а новая версия и так еще и имеет какую-то аналитику при просмотре архива то есть мы пишем постоянно а просматриваем архив только то что нам нужно отсеивая то что нам не нужно и вот этот производитель выпустил айпи камеры со своим программным обеспечением то есть айпи камера линия и сервером линия то есть этот айпи камера с sd-картой и может записывать на все на sd-карту так можно к чему-то придраться камера всего двухмегапиксельные не самая качественная матрица возможно подсветка мне нравится когда светодиодные чувствительная матрица то можно придраться к тому что звук заявлено что звук имеет не очень высокий битрейт но это еще надо проверить но кодек там правильный mp3 поэтому я бы посмотрел что за реальное качество звука на этих камерах в общем то это первый шаг в дальнейшем там будет добавленная аналитика и камеры с большим большим разрешением но как первый шаг то что появились камеры свои с работающие с хорошим программным обеспечением можно камере подключиться удаленно и самое интересное что мы можем если эта камера сервер то мы можем поставить айпи камеру отправить ее прям прямиком на сайт и все будет работать класс да это вообще по моему шикарно то есть на сайт прям картинку с этой айпи камеры у линии есть пять мегабит на каждый сервер выделенный канал на их линии облака то в общем то надо пробовать надо брать надо смотреть очень интересное решение прям стоит рассмотреть и взять еще одна новость российский производитель русгард я уже говорил про терминал распознавания лиц у них есть еще терминал считывающие qr-коды они представили обновление прошивки позволяющие пускать людей по qr-кодам от ковид-19 то есть вот эти то что в госуслугах qr-код они как-то считываются через сервер и так далее в терминалы и люди могут ходить только имеющие qr-коды насколько это будет действенно от прививок к вид я не могу сказать это не мое дело а вот это будет точно нужно тем людям которых штрафуют за то что к ним проходят люди без этих qr-кодов спросите у своих клиентов если вы кому-то ставили терминал распознавания лиц или терминалы с qr-кодами как это у них требуется ли им обновить прошивки чтобы все это за работу и настроить важный момент уточните кстати не только русгард российский и но языка тека китайские это у них просилист очень огромный у них много чего выпускает у них есть я уже в прошлых новостях говорил считыватель кодонаборная панель с qr-кодом и там тоже это все работает в общем то это хорошо ничего плохого в этом нет и последняя новость даже не новость а рекомендация посмотреть есть канал из эстонии называется своботочник это мастер которые делают своботочные разные системы он за все хорошее против всего плохого он за то чтобы люди знали закон ома и какие-то абсолютно логичные вещи в электричестве не делали глупых ошибок делали все удобно функционально и хорошо рассказывают какие-то фишки я с большим удовольствием смотрю его канал уже много лет и вам также рекомендую подписаться и посмотреть что же интересного вы найдете возможно это будут какие-то небольшие фрагменты просто жизни европейской и про там сертификации как у них жизнь устроена в своботочных системах потому сколько получают монтажники как строится работа и так далее возможно кому-то будут интересны обзоры на инструментальные ящики и что же туда берется просто какие-то я с большим удовольствием смотрю его канал поэтому и вам с удовольствием его рекомендую такие рекомендации я планирую давать ну не каждый но как будут видео вот эти новости а на этом все спасибо подписывайтесь до свидания спасибо 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 спасибо